Давая оценку 50-му раунду, можно сказать, что раунд был достаточно сложным и напряженным. Если говорить о наших надеждах и ожиданиях от 50-го раунда, к большому сожалению, мы не увидели готовности грузинской стороны к поиску компромиссов для решения многих задач. Была небольшая надежда на то, что, учитывая 50-й раунд является юбилейным, мы предполагали и выражали небольшую надежду на то, что сможем принять некое совместное устное заявление о неприменении силы. Но грузинская сторона и при поддержке делегации Соединенных Штатов Америки в очередной раз проявила очень неконструктивный подход к решению этого вопроса. И, соответственно, обсуждение этого вопроса было перенесено на следующий раунд. Говоря о том, что Грузия категорически отказывается обсуждать аспекты документа, здесь есть нюанс. Так как Грузия представляет всему мировому сообществу, пытается представить, что данная площадка международных женевских дискуссий является сугубо грузино-российской диалоговой площадкой, и что в корне неверно. На этой площадке участвуют, как известно, представители Абхазии, Южной Осетии, России, Соединенных Штатов Америки и Грузии. И когда мы говорим о возможности подписания соглашения о неприменении силы, речь идет о возможности подписания между, соответственно, Абхазией и Грузией, и Южной Осетией.